Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Кому-то доброе утро. Для кого-то день только начинается. Кто-то в самом разгаре с 7 часов утром на ногах. Программа «Люблю лайф» и в нашей студии Инна Авина, Симона Шульман. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, да. И день. Да и вечер уже. Судя по погоде, трудно сказать, какое время суток. Ну и самое-то главное, свежий номер журнала «Люблю», который только-только буквально вот еще прямо вот с пылу, с жару ощущение такой прямо типографии мы получаем. И листаем, разбираем и встречаемся с героями, в том числе журнала, с героинями свежего номера. Ну и понятно, что очевидно, все-таки откладная с тем «Рига Фэшн Уик» была такая очень яркая. Да, действительно, яркое большое мероприятие прошло в Риге на прошлой неделе. Ну что, мы можем немножечко поговорить об итогах и результатах. Вот Симона, главный стильный эксперт нашего журнала, скажи, пожалуйста, что люди, которые не были там, потеряли. Зачем им стоит пойти на следующую неделю моды? Что там вообще хорошего, полезного для нас, для женщин происходит? Ну, там происходит все полезное для нас, для женщин, потому что вся латвийская мода, в основном, ну, большая ее часть, она представлена там. Что потеряли и как попасть? Если даже очень хочется попасть, как вы знаете, на неделю моды достаточно затруднительно, только если вы являетесь клиентом магазинов и получаете какие-то пригласительные леса. Или от дизайнеров пригласительные. Ну, да, дизайнеров, соответственно. Но даже если вы не попадаете на нее, все равно есть трансляции, есть фотографии, за которыми, конечно, уже очень любопытно следить. Это событие всегда очень такое весомое. И для Латвии то, что неделя моды проходит уже 15 лет, и дважды в году люди собираются, и дизайнеры представляют свои показы, считают, что это действительно большой успех. Без сарказма и без урони, это действительно для Латвии очень серьезное событие. А существует, наверное, такое широкое мнение, что на показах моды показывают какие-то совершенно нереальные наряды, в которых невозможно просто нормальному человеку выйти на улицу прогуляться. То есть это все сделано только для того, чтобы... Ну, да, экстравагантно, пёстрое, необычное. Или там только то, что сидит на топ-моделях, кого-то смотрится, а вот обычный человек с его плюс-сайзами как бы сразу теряется. Нет, не соглашусь, потому что все-таки дизайнеры, которые представляют свои коллекции, они ориентируются в первую очередь на покупателя. Они не делают искусство ради искусства, они создают эти вещи, конечно же, для того, чтобы они продавались. А чтобы вещи продавались, надо учитывать вкусы покупателя, надо учитывать тенденции и прочее, и прочее. Поэтому я с этим не соглашусь. Действительно, сейчас было показано очень много такой совершенно носибельной, хорошей, интересной одежды, глядя на которую, понимая, что вот стоит весны ждать. Стоит. А вот у нас сразу после светского репортажа о неделе моды уже идут непосредственно рассказы о дизайнерах. Дизайнеры, которые делают обувь, аксессуары. И вот я смотрела на обувь. Она, конечно, необычная, очень красивая. Но с другой стороны, ну, Симона, мне кажется, нужна определенная смелость, чтобы некоторые модели как-то так вот прям к себе. Нужна. Ну, естественно, каждый дизайнер, он проповедует какую-то собственную концепцию, собственное видение и ориентируется, конечно же, и на единомышленников. И вот те люди, которые разделяют это видение, они, конечно же, будут клиентами этого дизайнера. Но тут я с тобой тоже не соглашусь, потому что, вот, допустим, замечательные войлочные ботиночки, яркие и веселые, они и милейшие. Я думаю, что не нужно обладать там достаточной смелостью, чтобы просто приобрести себе пару, не знаю, красно-черной обуви. Ну, можно даже что-то потемнее, если уж так совсем со смелостью плохо. Да-да-да-да, страшновато. Ну, а как ты думаешь, ну, ты все-таки человек в теме, наши местные дизайнеры основных покупателей находят у нас на родине? Или все-таки они продают в интернет-магазинах, за границу? Ну, цена должна быть... Я полагаю... А это все-таки, наверное, более серьезная, да, чем наш рынок выдерживает. Ну, да, у нас все-таки очень маленький рынок, и поскольку это дизайнерские вещи, в основном это вещи ручной работы, то вы понимаете, что их стоимость, как правило, достаточно высока, да, то есть ориентироваться на такой покупательский круг, который способен приобретать подобные вещи в Латвии, достаточно было бы тяжело. И, конечно же, нашим дизайнерам приходится изобретать все, что угодно придумывать, все способы, как выйти на международный уровень, и, слава богу, сейчас это не составляет никакой сложности, потому что интернет-магазины... Заходишь в интернет, да? Да, просто заходишь в интернет, и тебе без разницы, в какой точке мира ты сейчас находишься, тебя могут все это доставить и привезти. А что вообще дизайнеры рассказывают? Ну, скажем, я не знаю, можно не называя имена в каких-то таких вот просто разговорах, так сказать, за кулисами Рижской Fashion Week. Трудно себя заявить, свое имя раскрутить, вот выйти сумочками в мир, так сказать, интернета и сказать. Вот, ну, девушки, зачем там вот бренды? Вот у меня такие-то. Ну и что, она? Ну, трудно, вообще заявить о себе трудно. Ты же сам понимаешь, мне кажется, это любому человеку, если тебе есть что сказать. Тут вот выживают, что называется, самые удачливые, самые талантливые, и пробиваться, конечно, приходится очень тяжело. Тут, я думаю, никто не родился с золотой ложкой во рту, и никто не получил эти бренды в наследство. Ну, если ты только не родился в семье Гуччи, там, к примеру. Ну, мы говорим про 10 дизайнеров. Я не знаю, если у нас кто-то из семьи Гуччи, будет приятный сюрприз, если это обнаружится. Я думаю, что все вот те дизайнеры, о которых мы говорим на страницах журналов, они сделали сами себе свое имя, и вызывают этим, конечно, всяческое восхищение и восторг, потому что, ну... Определенно. Они, конечно, большие молодцы и герои, что они выходят на рынок в наши непростые времена, в общем, с очень красивыми вещами, действительно достойными и классными. И им, ну, нелегко в нашей маленькой стране. Нет, им совсем нелегко, поэтому... Ну, опять же, нас спасает еще то, что рядом с нами Скандинавия, что мы находимся в Европе, что все это достаточно просто и легко можно заказать из любой другой европейской страны и без всяких налогов получить потом. А то, что мы, ну, так сказать, северная страна, как ты думаешь, это накладывает отпечаток на то, что делают дизайнеры? Ну, это вот тоже, смотря у кого какое видение. Есть дизайнеры, которые придерживаются вот этого скандинавского минимализма, который у нас так популярен и который так любят. Отлично. То есть у них единомышленников определенно будет еще больше. Есть дизайнеры, которые, наоборот, они придерживаются какой-то своей собственной концептуальной темы. Но вот то, что я говорила, это уже в расчете на единомышленников, на тех людей, у которых такой же стиль и такое же видение. Есть дизайнеры, это новая, вот как, например, сумочки из старых журналов. Я от них в полном восторге, потому что это действительно классная идея, очень забавная. То есть ты носишь с собой такой вот, вот любой журнал, какой ты захочешь, ты можешь, в принципе, с собой принести. Я вот даже не случайно написала, если есть старые журналы, люблю, вот какие-нибудь с любимыми материалами, любимые выпуски. Ну вот можно сделать, Инна, тебе надо такую сумочку. Это точно. Мне надо к Сиге Тетрукшина подойти и с каким-то архивом таким вот толстеньким нашего журнала. Да я видела эти архивы с высотой 2,5 метра. Действительно, до потолка, если сложить все книжки Можно наладить производство просто из журналов «Люблю». Я думаю, слушайте, у нас такое красивое название «Люблю». У второго журнала «Люблю лайв». Ну вот с такой сумочкой, правда. Но оно просится на сумку просто. Да, да, это намного приятнее, чем, ну, не хочется обижать, там, ну, скажем, там, «Файнэншел Таймс» или еще что-то там. Мы не называем «Регасбаллс». А, вот, точно, я подумала. Давай «Регасбаллс». Все-таки это журнал «Регасбаллс» ностальгические воспоминания, как раз бы хотелось приобрести. Не хотелось бы обижать «Регасбаллс». Хорошо, но это все-таки что-то такое, правда? Это уже ностальгическая ретро-тема. Детство какое-то просыпается, да. Кстати, ведь вот такие национальные, ну, понятно, что «Регасбаллс» для нас это что-то значит, вот национальные какие-то мотивы в дизайне, они вот приветствуются, и понятны ли они для, например, иностранцев. Это, может, для них экзотика. Ну, вот что для шведов газета «Правда»? Ну, для всех, на самом деле, это узнаваемый очень такой. «Переструйка», «Горбачок». Конечно, действительно. «Газета «Правда»» – такой узнаваемый очень бренд, название. Я думаю, что для иностранцев, особенно на пике популярности ко всему постсоветскому и советскому, это как раз было очень концептуально. «Регасбаллс», наверное, мало что скажет, но, с другой стороны, какой-то интерес в любом случае вызовет, как вызывает любая непонятная надпись на иностранном языке. Да, да, да. Ну, вот а национальные мотивы, скажем, ну, вот национальные мотивы одежды, которые могут использовать дизайнеры, вот они насколько могут быть перспективными, иметь успех у, ну, скажем, клиентов за пределами Латвии? Ну, они могут для тех, кто, допустим, интересуется фольклором, для тех, кому вот важны какие-то интересные орнаменты и узоры. Они же действительно, это целый язык этих символов, и это очень всегда интересно увидеть, сравнить какую-нибудь, может, там, не знаю, славянскую вышиванку с латвийскими фольклорными узорами. Ну, это всегда привлекает внимание, безусловно. То есть интерес, конечно же, к этому, я думаю, со стороны иностранцев должен быть. Даже если человек не очень понимает, что это. Абсолютно, не важно. Мы покупаем, а нам не важно, мы когда покупаем, нам нравится или не нравится, да, нам нравится какое-то цветовое сочетание, это о чем-то нам говорит, какие-то знаки, да, какие-то коды, да, для нас, может быть, они задействованы. Ну, южноамериканские узоры, мы, например, тоже не понимаем, что там. Ну, носим. Мексика, скажем, и носим. Или еще что-то. Ну, да, не понимаем, но нам нравятся яркие краски там эти, да, вот какие-то. Ну, тем более сейчас фольклорная тема очень сильно в моде, да, как и все вот вязаные вещи, да, сделанные как хендмейт и прочие, да, как тема 70-х. То просто на ура, мне кажется, должны идти все наши вязаные. Опять же, приезжают иностранцы, вы же видите, с каким восторгом они покупают все вот наши шерстяные там носочки, варежки. Боже мой. Да. Я каждый раз думаю, ну, они же не будут их надевать. Конечно, будут. Конечно, будут. Думаешь, будут? Конечно, будут. И эти вот узоры, бахромки, вот эти вот всегда вот латышские. Они чудесные. Если уметь это сочетать с какими-то современными вещами, то можно добиться очень интересного образа. На самом деле, да. Нет, Симон, это надо понимать и уметь. Не только любить, мне кажется. Иначе можно так вот... Ну, можно, конечно, все можно. Эти шарфики, например, с этими узорами. А, с узорами латышскими, да? Ну, да, да. Но они очень красивые. Они настолько такие яркие. Они действительно к любому темному пальто нам, на мой взгляд, просто идеально подходят. И ведь не только туристически. Я обратила внимание, что в последнее время действительно это такая волна. И очень многие молодые люди носят. Очень много, да. Это приятно видеть, потому что это действительно... Ну, вот люди носят то, что сделано в их родной стране. Сделано руками местных дизайнеров. Или даже не дизайнеров, а просто каких-то бабушек, которые это все делают. И это не обязательно должно сочетаться с строго таким фольклорным костюмом? Нет, конечно, не обязательно выдерживать эту тему там с ног до головы. Это может быть объединено с какими-то совершенно банальными джинсами, куртками и какие-то просто маленькие элементы, маленькие такие нюансы, которые сделают этот образ чуть-чуть более интересным, чуть-чуть более таким забавным. Говоря о неделе моды, я вот хочу выделить такой момент. На показах дизайнеры присутствовали, ну, они, естественно, показывали очень разные коллекции. Как тебе показалось? Есть какое-то общее направление или общее место, допустим, все перешли на эко-био, модный тренд, или все-таки так же, как у каждого свое направление, своя мысль, свой почерк? Или есть что-то такое, что вот ты увидела? Есть, на самом деле есть. Это не только у наших местных дизайнеров, но и вообще у всех дизайнеров в мире. Конечно же, тема переработки, тема вторичного использования, тема дальнейшей жизни этого продукта, она дизайнеров интересует и волнует. Поэтому тут не совсем адекватна реакция публики. Вот поделились со мной другие модные эксперты, они сказали, что когда человек видит вещь, сделанную из кусочков каких-то, это что, остатки? То есть для нашего человека, не для всех, но есть, особенно для такого вот зрелого уже возраста, я могу это объяснить, это все объяснимо, да? То есть человек, который всю жизнь мечтал, что вот, наконец, когда-нибудь я смогу одеваться у дизайнеров, у человека одеться у дизайнеров, то значит одеться, я не знаю, в доме моды, у того, как ты это любишь, в семье Гучи. Вот, вот. То есть это, ну, действительно, одеться как у бога. И это на платье 28 метров ткани. Вот это понятно. Да, да. Ручная работа, 28 метров ткани, там, не знаю, юбка до земли в трассажа. Расшитая, расшитая золотом, серебром, там, парчатка на и так далее, и так далее. Вот, понятно, сразу одевается у дизайнера. У дизайнера, да. Перья на башке. Они из остатков. И вот нам нужно еще какое-то время, чтобы понять, что то, что сделано из остатков, это не значит, что это сделано из какого-то хама. Это сделано из остатков ткани. Это сделана возможность переработки ткани. Я очень люблю приводить пример. На выставке в музее Виктории Альберт в Лондоне было платье, в котором появилась Эмма Ботсон на каком-то, то ли на Оскаре, то ли еще где-то. И оно было сшито Кельвином Клайном полностью из переработанного материала. Этот материал был создан из переработанных пластиковых бутылок. Роскошное божественное платье. И вот Эмма Ботсон, как она приверженница этого течения, такой осознанной, разумного потребления. Да-да-да, экологическое направление. Да, она как раз создает этот тон. И очень хорошо, что его подхватывают. Нам нужно действительно научить себя, приучить себя, вернее, к этой мысли, что не все, что делается из остатков, не все, что переработано, оно плохо. Наоборот, это здорово. У этих вещей есть вторая жизнь. А может быть, потом и третья. И они несут, плюс ко всему, еще какое-то послание, месседж. То есть, это не просто платье-платье, это вот какое-то послание миру. Конечно. Если нам важно действительно, что потом с этими вещами будет, если эти вещи можно носить не один сезон, а несколько. Многие дизайнеры потом рассказывают, что они очень удивлены, приятно удивлены, что их вещи многие носят годами, десятилетиями. Это тоже очень здорово, что они не призывают каждый сезон приобретать новые вещи, а есть вещи, которые вот любят. Они хорошие, они качественные, они долго служат. И почему мы должны их носить только какой-то короткий период времени? Мы сейчас, наверное, сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию и продолжим программу «Люблю лайф». Продолжаем, продолжаем нашу программу «Люблю лайф». И сегодня в нашей студии Инна Авина, Симона Шульман. Мы вот уже в первой части программы говорили про «Лиган Фэшн Уик» и про моду, но вот если тут смотреть, тут не только про все это. Много у нас, да, дизайнеров, и не только дизайнеров моды, дизайнеров одежды, но и в том числе очень любопытный материал, который сделан по результатам выставки «Бултик фурнитура», которая была, значит, наш автор Нина Дождева. Очень интересные вещи делают студенты и выпускники нашей Академии художеств. И на самом деле вызывают просто восхищение и восторг, например, девушки, которые представили экологически чистую одежду для малышей, представляете, с янтарной ниткой. То есть определенным образом обрабатывается янтарь, ну, это же вообще главный камень в нашей стране, и вот эта вот янтарная пыль потом вкладывается технологически, я уж там не знаю, какие подробности, в нитку хлопковую, из которой потом делается одежда. Эта одежда обладает особыми свойствами, особой теплопроводностью, она не аллергична, она уж там, я не знаю, какую энергетику специальную создает для малышей. Ну и, в принципе, мне кажется, очень мило подарить знакомому крестнику, новорожденному малышу или в семью какую-то такую вот необычную одежду, допустим, вот с этой янтарной ниточкой. Мне кажется, очень трогательно. Или вот еще мебель, которая была сделана как пазл, который можно разложить, сложить каким угодно способом. Студентка, которая... Интересно, да, что это все студентка придумала. Да, да, да. И смотри, это бакалаврская работа. То есть студентка Настя Рыбак, которая вот училась, у нас они, значит, написаны, Нина с ней пообщалась, и она победила на конкурсе. И, мало того, мы с ней связывались, и мы знаем, что она уже, значит, закончив бакалавр, продолжает обучение. Она живет сейчас в Испании. Вот, ну, очень приятно. На самом деле, очень здорово, потому что как раз такая мебель, она позволяет вот в небольших пространствах, да, делать разные модульные эти комплекты из нее. Да. А мне еще очень понравилась вот эта реинкарнация дерева из поваленных деревьев, да, представляете, человек дает вторую жизнь поваленным деревьям, да, после какого-то там бури или урагана, погибшим деревьям, он создает из нее удивительные предметы интерьера, покрывает это стеклом, и вот у вас дома такой кусочек природы. Или вот еще один дизайнер, там, в другой странице я тоже видела, вот дуб плюс медь, да, то есть покрывается такой медным таким, шлифуется до зеркального блеска, делается в дерево вставка из меди, и действительно получается очень интересный, такой очень эффектный и необычный предмет интерьера. И очаровательный этот рюкзачок для праздника песни. Просто я в восторге в полном, потому что наконец-то кто-то придумал создать вот такой рюкзачок в форме подковы, в который можно, понятно, что сложить всякие вещи, там, косметику и так далее, но самое главное... Ну, и коробочки с едой что-то там они предлагают все на свете. Да, коробочки с едой можно куда угодно положить, но вот действительно рюкзачок, в который удобно было бы положить корону или венок, который надевается на праздник песни, вот, наконец-то, такой рюкзачок появился. И приятно, что действительно вот учитывается каждая мелочь, да, он многоэтажный, и ты понимаешь, что вот, как ты сейчас рассказала, здесь корона, здесь веночек, на третьем этаже, скажем, косметику, на четвертом этаже там еще какие-нибудь украшения, или, да, вот какие-то аксессуары. Ну да, какие-то аксессуары. То есть это ему очень удобно. Он напоминает действительно такой старинный короб, такой фольклорный короб. Многоэтажный. Многоэтажный, но это действительно очень не просто красивая идея, но она очень продуманная. И мне нравится, что во всех этих вещах, которые были представлены на выставке, что они все действительно продуманные. Вот, начиная от янтарной нити, заканчивая вот этим коробом, где, действительно, каждая вещь, она несет какую-то функцию. Да. То есть прагматичная и функциональная. Конечно, но, в принципе, мода такой и должна быть, да, то есть мало кто действительно создает вещи ради искусства. На выставке, наверное, таких вещей, наверное, бы и особо и не было, и в любом случае они, наверное, никакой. Ну, иногда хочется просто полюбоваться на прекрасное, естественно, хотя когда совмещается прекрасное с полезным… Ну, на мой взгляд, оно и должно совмещаться, особенно в интерьере, или особенно какие-то прикладные вещи, которые мы покупаем для того, чтобы ими пользоваться, носить или окружать себя ими в интерьере, да. То есть, ну, они должны, конечно же, быть прикладными. И радовать наш глаз. Это в первую очередь. Да. Хотя у нас вот тут вот в журнале, например, огромное место посвящено обзору нашего национального достояния черного хлеба. Вот я тоже обратил внимание, прямо три разворота. Да. Мне кажется, практически все виды хлеба. Я даже не знала, что у нас такое количество видов хлеба. А кто знал? И мы даже не знали, когда редакция затеяла дегустацию черного хлеба. Мы подумали, ну, что там дегустировать. Что когда черную икру вы будете дегустировать? Надо вынести на голосование на Блайорку предложение от Олега Пекина. Мои коллеги дегустировать шампанское. Я предлагаю объединить. Будем дружить домами. Давайте объединим радиостанцию и наш издательский дом. И устроим, наконец-таки, человеческую дегустацию. У нас была, кстати, на днях в эфире дегустация черной икры. То есть вы ее в эфире дегустировали? В эфире дегустировали. Какая прелесть. Да. Вот, понимаешь, мы еще только доросли до черного хлеба. Но зато у нас было много. Я не знаю, сколько было икры у вас. Маленькие ложечки. Да-да-да. По ложечке. А у нас было более 20 сортов черного хлеба. Вот так вот. По крайней мере. Мы теперь точно все знаем. И дорогим радиослушателям от всей души советую пойти, побежать в киоск, приобрести журнал, принести на кухню и повесить магнитом на холодильник или положить на видное место. Все виды черного хлеба, которые есть в наших магазинах, мы тщательно изучили, состав посмотрели. Да, вот в том-то и дело, что здесь нет, ну, скажем, первое, второе место, там, третье, а в каждом найдены какие-то свои особенности. Да, у нас дело в том, что были несколько, ну, как бы мы разложили хлеб по категориям. Тяжелые крестьянские хлеба. Это вот, ну, такой вот, знаете, когда хлеб берешь, он прям такой хлеб-хлеб. Вот он такой довольно грубый, он очень ароматный, вот он такой тяжелый. Он самый правильный с точки зрения диетолога, под чьим чутким руководством проходит наша дегустация. Но вместе с тем он такого специфического вкуса, ну, и на любителя. Есть более современные легкие хлеба, я думаю, все вы знаете прекрасно, и все знают, кто нас слушает. Это такой уже почти невесомый кусочек. Там другая технология производства этих хлебов, не старинная, вот как в первом случае, а это зависит уже от состава и от того, как именно готовится тесто, из которого потом делается хлеб. Бородинский хлеб, ну, это такая ностальжия, наверное, тоже определенный вид хлеба, который все любят и знают. И еще был хлеб, так называемый кирпичик. Слушайте, ну, это привет из нашего детства, как же без кирпичика. Естественно, был. И что самое любопытное, когда мы вот разговаривали с технологом, с диетологом, выяснилось, что, ну, вот сколько бы ни говорили о том, что там диета, здоровый образ жизни и рекомендации и так далее, все равно люди очень любят хлеб есть и на каждый день и покупать. И в том числе это очень модный сувенир. Да, подтверждаю. Я всегда везу целый чемодан этого хлеба. И просят, правда, когда едешь куда-то в гости, все точно знают, что в Латвии нельзя просто пойти в магазин или кого-то попросить купить черный хлеб. Надо указать, да, хотя бы сорт, форму. И это при том, что мы брали только черный хлеб без наполнителей. А если бы мы еще стали изучать, с какими зернышками, семечками, посыпками, сухофруктами и прочее. Да, еще это будет абсолютно другой выпуск, потому что огромное количество хлеба и действительно можно выбрать. Очень подробно мы расписали, да, какой более легкий, какой более такой вот плотный. Некоторые хлеба нас неприятно удивили, а некоторые вот, да, действительно. Ну, таких почти нет, я смотрю. То есть буквально, может быть, провалов не впечатлил, разочаровал. Но это все равно не означает, что там прям полное разочарование. Ну, слушайте, ну, есть такие... Мне кажется, у нас даже если постараются все равно, они не смогут плотный хлеб сделать. Хлеб для веганов. Для меня было открытие. Вот это тоже им там. Я сама не веган, например, да. Я человек традиционных пищевых ориентаций. И как-то вот нам было удивительно, но, послушайте, с другой стороны, ну, радостно, что есть варианты, есть хлеб действительно довольно, ну, довольно дорогой. Ну, такая внушительная цена у хлеба. Ну, вот, ну, мне кажется, если больше 4 евро стоит, скажем, килограмм хлеба, мне кажется, ну, это такая приличная цена. Ну, и вместе с тем хлеб, который стоит, скажем, там, евро с чем-то за килограмм, да, ну, то есть упаковка, это все равно не так много, как мы понимаем. Ну, вряд ли кто-то вот прям купает килограммами, да. Это, ну, я не знаю, семья огромная там или куда-то там с собой на выезд. Но тем не менее. И опять-таки в журнале и диетолог объясняет, от чего зависит цена. Почему такая разная цена на хлеб, да. Как надо смотреть, изучать состав, на что надо обращать внимание. Действительно ли чёрный хлеб делается только ржаной муки. Спойлер. Нет. К сожалению, нет. Мой мир никогда не будет прежним. Не только. Да, или маленький процент ржаной муки. А это самое ценное, что есть в чёрном хлебе. Это то, ради чего мы его едим. И вот настоящие вот рудзу, рупи, майзы – это, ну, это большая ценность для организма, потому что клетчатки… Слушайте, для меня вот было тоже откровение. Ладно, так быть, открою один секрет, который диетолог Лолита Неймана нам сказала. Что, представляете, клетчатки в ржаном хлебе больше, чем в овощах. Я всегда говорю, что лучше есть хлеб, а не овощах. Да, потому что вот, опять-таки, когда мы читаем, овощи – это так важно, это так необходимо, это же клетчатка, что вы что вы, как же желудок без этого. Нет. Ничего себе. В кусочке чёрного хлеба клетчатки больше, чем в овощах. В ржаном хлебе, вот, Лолита даже указала, 6-9 граммов, а дневная норма для человека, например, 30 грамм клетчатки. И вот так вот съедаешь пару кусочков чёрного хлеба, и всё, и желудок работает как часы. Для нас, женщин, это важно, потому что то, как работает желудок, потом выглядит наша кожа, наше лицо. Нужно есть овощи с хлебом. Да. Как бы ни странно это прозвучало. Ну, вполне почему? Почему странно? Хотя здесь вот даются рекомендации даже вот авокадо размять на хлебушек. Да. Какие-то всякие тоже интересные рецепты, которые можно прочитать. Да, да, да. Этого тоже диетолог нам рекомендует. И если следовать вот этим всем рекомендациям, ну, по крайней мере, мы сохраним не только здоровье, но и настроение. Всё-таки ноябрь месяц, ну, такой, прямо скажем, непростой, разные для настроения. И мы стараемся, как можем, поддерживаем наших читателей, рассказываем, как жить не вопреки, а благодаря сезону, например, вот в других материалах в рубрике «Наше здоровье». И даже мы нашли причины того, чем ноябрь для нас хорош. Представляете? Оказывается, не только он ужасен, как мы вот всё время думаем. Да ничего ужасного, не перестаньте. Январь ужасен. Вот январь, правда, ужасен. Потому что праздники закончились. А чего ждать непонятно? Чего ждать непонятно? Зимодолго. Далеко-далеко. Ну, в том-то и дело. А ноябрь, наоборот, такое время ожидания, когда на что-то расстраиваешься. Я неоднократно слышала о том, что все люди делятся на две категории. Те, у которых осенняя депрессия, те, у которых весенняя депрессия. Ну, вот я Симону слушаю и понимаю, что я тоже в этой лодке. Мне нормально осенью. Абсолютно. И даже ноябрьские чёрные ветки, и даже дождик, и серые туманы. Мне кажется, это как-то романтично. Да, да. Очень такое печальное время, но в нём есть своя романтика. Ну, я тут смотрю в список вещей, которые не стоит делать в ноябре. Да. То есть, что не надо. И, наоборот, вот как поменять стиль питания. Да, это важно. Ну, тут мороженое указывается. Ну, ладно, хорошо. Наверное, можно как-то пережить. Отказаться на пару месяцев от мороженого. Ну, бог с ним. Мы только что поговорили о том, что так много всего другого прекрасного в ноябре. Ну, вот ещё, правда, рекомендуется и сладостей поменьше, и от выпечки отказаться. Я думаю, что это не только. Это так даже с мыслями о декабрьском рождественском наряде. Ну, разве что. Ешьте в январе, вам тогда будет всё равно. Да, да, да. Совершенно верно. Ну, вот смотрите, у нас ещё есть два материала, которые, мне кажется, тоже довольно любопытно с ними ознакомятся. Это люди, которые выбрали Латвию. Есть такая рубрика в нашем журнале, она мне очень-очень нравится. И наш корреспондент Марина Рабазова, которая гостила в Латгале, встретила в Рызакне врача. Я сейчас постараюсь, я не знаю, Олег, может быть, ты мне поможешь, с именем Кавшантха Малинка Рамбадагалла. Особенно хорошо у тебя получилась Малинка. Я справилась. Особенно чисто ты произнесла Малинка. Так вот, доктор родом из Шри-Ланки с прекрасным одним из имен Малинка живёт в Рызакне. В России, кстати, когда бы его звали Калинка Малинка, наверное, бы. Я думала, что здесь его зовут. Это вообще, конечно, уникальное явление. Это фантастика. Это нереальное что-то. Когда Марина позвонила мне, ты представляешь, я познакомилась с доктором по имени, ну вот, можно ещё раз этот квест пройти, Кавшантха Малинка Рамбадагалла. Я сказала, Марина, немедленно идём, знакомимся, берём интервью, фотографируем и спрашиваем. Доктор Малинка, прекрасный мужчина, 39 лет. Почему ты живёшь в Рызакне? Как ты сделал такой выбор? Прекрасная история любви, я вижу, это всё очень такая романтическая. И представляете, до чего может довести человека любовь? Ужас. До чего она может довести? Смотрите, прекрасный тот совет, чтобы выучить латышский, общался с девушками. Он рассказывает секреты освоения языка. Я считаю, прекрасный способ. Самодействие, да. Да, и как оказалось, вообще-то очень близко для него праздник Лигу, находит корни прямо у индоевропейцев. Ну, послушайте, доктор Малинка не только разговаривает со своими пациентами на английском, на русском и на латышском, но и поёт песни на латгальском. Уникальный персонаж. Ну, мне кажется, это очень мило и вообще как-то очень вдохновляюще и воодушевляюще. И жена у него красавица. Мне кажется, вообще это прекрасно. Очень красивая пара. Да, да. Вот из латгали можно переместиться в Курземы. Прямо вот тоже ещё один любопытный материал, путешествие. Я понимаю, что Нина Дождева так колесит по Латвии за её пределами. И такие интересные маршруты, куда можно отправиться, на страницах журнала предлагает. И тут прямо и что привести из Курземы. А скажу, прямо глаза разбегаются. И виноделы. И туда, и туда, и туда. Да, да, да. Ребята, и пекаря. Ну, вот очень мне, конечно, понравилась история про девушку-виноделы. Ну, во-первых, не так часто, мне кажется, в принципе, женщины занимаются таким видом бизнеса. Ну, мне не часто приходилось вообще слышать об этом. А тут вот целая история, рассказ про Гунту Недры, которая молодая, стильная, такая вот красавица. И, представляете, ну вот, не знаю, мне кажется, довольно сложный такой бизнес. Ну, тем не менее. Да, и тем не менее, вот в женских руках он оказался. И тут даже можно вот прямо продегустрировать результаты труда, я понимаю, на месте. Да, да, да. И вообще в Курземы не только красиво, но и вкусно, и полезно. И не написывает о том, какие гостевые дома, какими деликатесами угощают. Ну, естественно, традиционный наш напиток – это пиво вкусное, живое, крепкое. Вот. Если латвийское вино, ну, еще непривычный такой продукт, хотя попробовать, мне кажется, всегда интересно что-то новое. Конечно. Вот. Ну, а с пивом так уже как бы… Тоже попробовать что-то новое. Тоже попробовать что-то новое. Ну, да. И самое главное – мед с местных пасек в Саудусе. Самый, можно сказать, сладкий город Латвии. Ну, да, не случайно же он так называется. Конечно. И когда вот у нас Нина возвращается из путешествия, всегда, знаете, такой очень интересный отзыв. Представляешь, мы поехали в Курзамы, казалось бы, ну, что уже в Курзамы можно увидеть нового? Да, ну, не первый раз, естественно, и там были, и здесь были, и там, и так, и так были. И вместе, и тем не менее, вот такие-таки новые местности, вот такие-таки новые населенные пункты, вот такие-таки гостевые дома, и вот такие-таки удивительные люди, и хозяева такой-то мужи, какого-то удивительного бизнеса, какой-нибудь очередной Саймнекс, который делает удивительные там или корзинки, или веники, или еще что-то. Слушайте, и каждый раз думаешь, ну, вроде бы не такая большая страна. Да, но столько всего еще неизведанного. Ну, как, да, ну, как, оказывается, можно много узнать, увидеть, попробовать, если просто, ну, вот отъехать, ну, хотя бы… Пару часов в дороге, и ты уже в какой-то совершенно нечего месте. И вот этот вот местный туризм, о котором мы стараемся писать практически в каждом номере журнала «Люблю», на самом деле это очень классная вещь, потому что это быстро, это недорого, это всегда как-то так очень трогательно, так по-семейному, по-домашнему, это всегда познавательно. Вот всегда познавательно. Это великолепный маршрут, действительно, выходного дня, то есть просто съездить на пару дней, отвлечься, собрать друзей, поехать всем вместе в какой-то гостевой дом. Ощасливить родителей, правда, вот, скажем, предложить, провести такой вот семейный пикник, там, три поколения в машине, скажем. Это незатратно, и это заведомо будет хорошее настроение, хорошая поездка, хорошее путешествие. Распоминания еще и сувениры, которые можно привезти из поездки. Конечно. То же самое, какое-нибудь удивительное вино из Мазырбы, да, или из Салдуса, что мы там говорили. Мед, хлеб. Хлеб, конечно, тот же самый черный, который мы с вами сегодня обсуждали. Очень много необычного можно встретить в самых таких вот обычных местах, про которые никогда в жизни и не подумаешь, что, боже мой, да что ж мы там еще такого нового не видели. Тем не менее, да, действительно не видели, и это есть, это возможно, и это очень даже рекомендуется. Ну что же, у нас на самом деле как-то время очень быстро пробежало и подошло к концу. Вот свежий номер журнала «Люблю», в котором столько всего, и то, что было, и то, что будет, и какие-то интересные маршруты, и советы для не только женщин, я думаю, и мужчины найдут, могут воспользоваться-то. Ну, или, по крайней мере, мужчины узнают, что радуют их любимых женщин, и будут уже более подкованы, и точно угадают, и не промахнутся. Например, подарят им подписку на год 2020 на «Люблю». И точно не ошибутся. И точно не ошибутся, потому что любая женщина будет, во-первых, довольна, во-вторых, ей будет приятно, красиво, полезно, а то, глядишь, еще попадет на обложку или в преображение. А обо всем об этом читайте в журнале «Люблю». Инна Авина, Симон Шульман, сегодня были в программе «Люблю Лайв». Олег Пек проводил программу. Спасибо огромное, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok